перекошены нелепые почти всегда они смотрят прямо вам в камеру будто бы знаю что вы не в камеру пацаны и пацаны и родные всем доброго привет five night at фредди сумочкин продакшн представляет короче вкратце и у нас недавно был микро стрим на котором куча каких-то вообще суммы кидали и в этих суммах накидали значит что сказали во первых на печеньке есть а второе предложили посмотреть собственно сумочки продакшн а именно что связано с five nights at freddy там не только конечно про него было сказано но бэм вкусно сюда молока это молока но ладно суть не про это суть про то что натыкался видел может быть специально не смотрел местами потому что не особо шарю за вселенную five nights at freddy а может быть просто так получалось что не смотрел давай все-таки попробуем посмотреть я уж обещал я уж обещал да и все на том стриме то вы чё где сидел теревшим лицом почти все полтора часа ли сколько у нас длилось но микро стрим что я посмотрю что мы посмотрим посмотрим если понравится то продолжим тут есть и на первую на вторую на третью на что-то еще и не только на фнаф и есть всякий обзор от этого автора я надеюсь что сам сумочка не против того что мы здесь смотрим честно говоря у него есть оказывается два канала я на старом нашел вот эту первую часть есть отдельный новый канал где еще тоже другие какие-то есть ролики обзоры давай смотреть ссылочка на оригинал естественно внизу тебя пальчик комментарий мальчиком огромное спасибо родных за поддержку подписку тоже оформить чтобы ничего не пропускать здесь на этом канале также ссылочка на telegram внизу там как раз информация про всякие эфиры не эфиры стримы не стримы и не только ну и ссылочка на бусте внизу для тех кто хочет может поддержать там тоже есть доп контенте к заходи смотри все поехали смотрим обзор на фнаф первый честно говоря вот к первому я еще может быть как-то это самое неная шутка гласит если бы фнаф вышел сегодня он снискал бы точно такую же популярность как и в 2014 году это шутка действительно за долгие годы бесконечных сиквелов которые всех доставить а чё не нравится выглядела вполне солидно я чё хотел сказать про первые фнафы хотя бы хотя бы знаю как вот этих персонажей базовых вот это все остальное мы на канале с играми ссылочка на него та же внизу мы как раз проходили не первую часть мы проходили самую последнюю часть даже больше дело слишком к последней части и мне она сейчас понравилось если как не видел кому-то интересно иди по ссылочке смотри там есть полностью все плейлист и так далее не ну раз такой разговор пошел то сам боженька велел провести самоинтеграцию к слову о канале с играми родной у нас сейчас проходится человек-паук новый он вот вышел серии выходит уже три вышли так что заходи опять же по ссылочке на канале с играми все это есть буду рад с тобой это путешествие разделить все самоинтеграция завершена но я прям кайфанул мне понравилось может быть может быть если прям сейчас зарядимся этим роликом может быть мы с тобой пойдем да поиграем чисто вот как бы на самой олдовую базовую первую часть я не знаю посмотрим теории загадок в сюжете которые тоже всех достали сейчас выпрыгнет сейчас выпрыгнет сейчас выпрыгнет и просто огромной кучей мемов интернет приписал фнаф к франшизе настолько ущербный что одно лишь упоминание они строятся предметов на смешек и бугурта но если отбросить все эти предрассудки навязанные интернетом и взглянуть на первые игры серии то вдруг окажется что они на самом деле даже ничего игры по 4 они были не то чтобы ничего они были основоположником никого вот это вот нового жанра в целом понимаешь поэтому они в любом случае это ну скажем так историческая меня в целом в игровой индустрии это выделяется она есть это вот отдельный прям такой этапа отдельное что-то событие которое произошло и сказать что это полное нищий какой-то ничего не значащие тоже неправильно были просты но как говорится со вкусом а самое то важное выполняли свою основную функцию они пугали конечно страх для каждого индивидуален кто-то боится пауков а кто-то страшных клонов и разумеется огромные плюшевые падла у вас могут вызывать как неподдельную но они пугали но они пугали им не тем что прям ты смотришь на мишку фредди тебе страшно это страшно этот мишка фредди они пугали тем что постоянно выпрыгивали тебе вот этим они пугали в основном жестоке желание нарисовать пару-тройку арту к сожалению я отношусь к первой категории мне безумно интересно вам рассказать что же мне так нравится во фнафе как ему удается даже спустя шесть лет напугать мне до чертика с вами сумочки на дворе хэллоуин мой самый любимый бай мы почти в тему но почти в тему я попробую ближе к хэллоуин это выложить где-нибудь но я в любом случае это выложу в октябре но прям не точно точно не в хэллоуин но у нас он близко так что я не специально но так вышло праздник это обзор на первую часть серии five nights от фредди ели поехали вступление 5 ночей с фредди хоррор игра встряхнувшая жанры ставшая мировым феноменом добравшимся аж до playstation 5 разработанной всего одним человеком скотом колотоном на движке коллектив который вам более известен по другим хоррор играм по своей сути являлся ответа самые страшные игры только чтобы сторону критики ранних творений разработчика малого игры были страшно персонаж двигаться как аниматронные куклы не часто видишь только человек не просто принимает критику а превращает свой главный недостаток в достоинство и выстраивает на его основе целую игру стоит ли мне говорит что игроки пресса и даже ваш покорный слуга были в восторге от игры ну а также и критика частности игру критиковали за абсолютно однокнопочный геймплей однообразие типа да ну понятно тут очевидно за что ее можно и могут критиковать люди в целом в котором персонаж не может ничего сделать кроме как крутить башку и топили за фоншер но в этом суть знали бы люди шесть лет назад что мы сейчас примерно так и живем такие же за оказалось в итоге и отзывы в основном исходили от людей из тосковавшихся по как они считают нормальным хором где главный герой у нас ходит с каким-нибудь оружием и способен дать отпор и недавно вышедший outlast геймплей состоялась бегать не еще пуще в гонял стариков недавно вышедший господи сколько лет этому ролику сколько лет этому видосу это пускай раз он горит недавно я же отвечу что как тогда так сейчас не стоит забывать о том факте что фнаф первую очередь инди игра они триплые проекты даже с учетом данного факта геймплей во фнафе темы хорош что он просто безобразие но при этом уникален этим он и завоевал огромную популярность люди тупо раньше такого не видели чтобы из гейплей где-то крутишь башкой можно было сделать хоррор который работает но тут мне кажется тут тоже люди поделились в итоге на две категории грубо говоря те кто да вот за счет того что это просто как-то атмосферно так страшно это все но в какой-то момент какой-то момент если ты вот прям погружаешься в это и начинаешь надачивать игру она те становится игрой таймингов в основном ну и добра четко должен делать все вовремя ровненько чтобы вот как бы успевать и делать на все реагировать то есть какой-то момент ты просто просто превращается вот в тайминговую такую драть или где-то вовремя все нужно сделать конкретно и в этом есть смысл как бы даже но в этом плане она тебя погружает поглощает и все такое но все равно это феномен как и было сказано так есть на разных уровнях и на уровне атмосферы и на уровне постановки на уровне пугалок но обо всем по порядку и давайте уже с головой углубимся в хоррор первого для мне нравится снимать реакции с печеньем а самарочка немного но история как уже заведена в жанре незамысловато вы охранник нанимаетесь на работу в пиццерию главной фишкой которого являются поющие танцующие роботы аниматроники выглядящие как самые простые безобидные животные совсем известных сказок зайчик лисичка цыпленок и медведь потом не помню таких сказок вот с такими конечно тварями но в целом да вам каждую ночь на звонит ваш куратор который объясняет правила попутно между делом рассказываю как вообще играть а ваша задача состоит в том чтобы попутно нагнетая я бы сказал отработать свою смену до 6 утра скажу сразу и поставлю жирную точку сюжет разбирать я не собираюсь да и в первой игре а по большей части да и нету ну да нужно знать так это то что роботы захвачены не упокоенными душами детей вообще насколько я понимаю в основном сюжет фнафа это комьюнити это то что комьюнити сама создала да вот эта вселенная сюжет то есть но какие-то отсылки наработки идеи наверное были изначально в любом случае от разработчик как ни крути что-то что он вкидывал но вот прям чтобы цель на она все было вообще фнаф на самом деле когда вспоминаю про фнаф я даже на самом деле на первом месте у меня стоит не сами игры как а вот прям игры а комьюнити потому что феноменом больше является комьюнити фнафа а не сам фнаф но мое мнение стремящихся найти и убить каждого кто стоит на их пути а вы лох работающий за 120 долларов нет в этом ролике 120 долларов может быть за сколько в день рисует одна цель рассказать вам чем-то хорош фнаф и как ему удается вас напугать на 1 состоит из трех важных орлов составляющих каждая из которых работает как независимо так и вместе с двумя другими это геймплей визуал и звук начнем самого простого геймплей как мы помним задача игрока заключается в отсытке 6 часов тесной коморки неуплаченного электричества в вашем распоряжении имеется планшет подняв который можете мониторить ситуацию по камерам видеонаблюдения кнопки по бокам ваших дверей подсвечивающие коридор на небольшой промежуток времени и собственно сами двери закрывающиеся также отдельная кнопка внизу показан ваш запас электроэнергии на ночь и использовав одно из выше перечисленных устройств нагрузка увеличится на одно деление воспользуйтесь несколькими сразу еще больше делений больше нагрузки заканчивается энергия вы просто по вашу душу ходят и даже бегают четыре аниматроника бони чика фокси и звезда спокойной ночи малыши фрейди ваша задача напустить их к себе в каморку и бой ценой его если они окажутся внутри остановить их можно только одним способом вовремя закрыть дверь увидели консультанта айрфлейм закрываем дверь вам пришли подарки от эльдера закрываем дверь и вы поняли движение робота подслеживается по камерам и благодаря физкультурнику фами сдающему кросс на пятерку камеры чекать вы должны на регулярной основе ответ на вопрос чем пугает геймплей лежит на поверхности вы заперты на всю ночь в богом забытой пиццерии аниматроники не только начинают ходить там где не должны пока вы не смотрите но и идут специально к вам и вы ничего не сможете с этим поделать такие у них конечно взгляды кроме как закрыть свои жалкие хлипкие двери надеяться что в этот раз принесет игра не то чтобы пугается им геймплеем кроме разумеется кричать ожидание ожидания того что-то неизвестность скажем так в какой момент это кричащий балов летит в твою и части но держит постоянном напряжении вы должны практически все время быть чем-то заняты вы сможете камеры или подсвечиваете коридор попутно закрывает двери главное одно опасность где-то там она может нагрянут на где-то ряд на ошибка с вашей стороны как вы проиграли немаловажно и прочитай правильную тактику на прохождение ночи и гармонично распределить расход электроэнергии что вы к сожалению становится практически невозможно ближе к пятой ночи но об этом чуть попозже визуал когда скотт решил ответить на критику своей старой игры сделать персонажи по-настоящему страшными он не шутил главным устрашающим элементом игры с точки зрения визуала безусловно являются аниматроники роботы идеально вписывающиеся в зловещую долину слишком гуманоидны чтобы быть мультяшками и при этом двигаются слишком механично выхода если честно я скажу они меня визуально не пугают вот именно сами аниматроники они не 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 выглядит страшно и вот но автор говорит о сумочке на что они там зловещая долина сидела но вот я вот смотрю мне никогда не вызывала вот именно внешне внешне вот этот состояние всех тех аниматроников внешней составляющей вообще просто внешних вид никогда не вызывал вот страх или еще чего-то мне кажется они не выглядят страшно если честно чтобы походить на живых существ а сам их дизайн именно в первой части имеет в себе одновременно все элементы необходимые для поддержания иллюзии их вот я очень жду я очень жду фильм мы с тобой видели смотрели здесь трейлер на этом канале тоже собственно фильма по игре я прям вот очень жду обязательно выйдет посмотрим как роботы либо через чур мультяшный либо наоборот намеренно устрашающий но в первом фнафе соблюден идеальный микс обоих этих элементов взгляните например им в глаза в одно и то же время их взгляд умудряется быть и спокойным для проведения детских праздников и таинственным будто они скрывают какую-то тайну самое главное выражающим когда вы оказываетесь с ними один на один такого вы не увидите больше ни в одной игре серии где по одному только взгляду робота можно описать чуть ли не всю игру самое интересное начинается тогда когда они начинают идти в движении жить и роботы приводится только тогда когда вы либо не смотрите либо камера намеренно отключается думаю вы догадываетесь к чему я к вам самая жесткая такая камеру врубаешь видишь они когда мразь бежит и такой эффект столь заезженный избитый даже в играх не относящихся корр тематики и все равно он работает и будет работать всегда ведь наш мозг просто не может спокойно реагировать на объект который передвигается сам по себе без какого-либо движения уж когда он движется в вашу сторону если я например покажу вам то же самое только теперь роботы движутся прямо на ваших глазах согласитесь эффект будет несколько другим его вообще не будет поэтому кнаф работает именно так чем меньше видишь тем больше страшных деталей додумывает твой мозг вы думаете почему серия начала скатываться иметь все меньше и меньше популярности ну во первых конечно же из-за раздутого я не знаю насколько она действительно меньше пуля потому что вот эти даже новые игры которые выходят мне кажется там не меньше скажем так популярность у этой серии она вот как жила огромным фандомом комьюнити и так далее она и продолжает прекрасно себя чувствовать мне кажется нет сумасшедшего сюжета над которым люди чешут бошки до сих пор это заболевание миллиард теории че ты еще бюджет да это конечно хорошо что у игр появляются анимации трехмерное пространство но от этого теряется весь тот шарм так вот это здорово сейчас выглядело чё это было откуда это был атмосфера фнафа первый файв найт не строил из себя не пойми что и не подкидывал сюжетных загадок одну за другой это была игра про то как страшные роботы оживают по ночам и идут по вашу душу во вполне понятных и так нет я должен съесть это все до конца я я просто смотрю на эту печеньку смотрю эту печеньку и я ее нормально спокойно по человечеству съем вместе с тобой приятный аппетит а вкусно что-то прям реально вкусно я давно просто не ела вся на печенье походу а это на самом деле мою любимую печенье тут написано любимые любимые овсяные классическая база и база баллов всех лечений сначала родилось овсяное печенье концепция печенье потом люди придумали все остальные дети говорю так и было основано реальных событиях все дожевывать буду в процессе простых декорациях ровно как и роботы были простые на общий дизайн в то же время пугающий в мелочах и им не нужны были раздвижные лица или боже упаси тысячи проводов из-за им нужны были пугающие анимации ведь простое движение от камеры к камере работало идеально пугает как говорится то чего не видно ну да неизвестность а уж позов которых стоят роботы на камерах это отдельный разговор перекошены нелепые почти всегда они смотрят прямо вам в камеру будто бы знаю что вы не в камеру в душу ведете за ним наблюдения а стоит им подойти к вам вплотную как они начинают изворачивать свои головы из стороны в сторону попу не давай неприятные механические звуки напоминающие речь давая понятия скорой атаки в вашу большую роль здесь игра также и секретные редкие кадры которые могут появиться рандомно как например все три робота смотрят прямо на вас он не сверлит вас взглядом буквально пожирая камеру а фредди выкручивает себе голову фредди его имя есть название он обязан быть самым страшным из всех его суть состоит в том чтобы основной хрик вам от камеры камере но делать это оставаясь при этом незаметным медведь всегда прячется в тенях вот это вот это вот вот это жуткая хрень когда в темноте просто глаза светятся светом души запрятаны глубоко в механической оболочке могут выдать его местоположение отдельно кстати к слову о том что до концепции это все понятно неизвестность но при этом при этом эти говорю вот последнюю часть дел período шишка я не знаю возможно ее фанаты фнаф ругает может быть она считается в комьюнити не мощь я честно говоря я честно говоря не знаю я не знаю но при этом вот та игра в которой мы последний раз играли дело стежки которая была пройдена есть опять же на канале с играми до ссылочка на него внизу мне она понравилось я не знаю людям которые смотрели мне кажется понравилось по крайней мере потому что ли где писали мне кажется мы прям прям кайфанули от нее не знаю короче она прям было классно при этом она вот именно от первого лица ты ходишь там смотришь видишь как все они двигаются в процессе там не то чтобы нет какой-то неизвестности там не то чтобы вообще страшно если честно там больше интересно она просто интересный вышла конечно хочется поговорить о скримерах никто сейчас не будет рассуждать о том насколько они устарели или страшные вовсе для меня страшны и в первом фнафе я бы их разделю но они в любом случае пугают фильмы в играх мультфильмах где угодно в реальной жизни они пугают это просто другой вид страха это страх от вот это вот не такой допустим страх но не прикал это что когда авторы там опять же игры сериала фильмы чего угодно заставляют тебя бояться не с помощью вот просто грубо говоря ну не знаю каких-то просто каким-то рефлекторным чем-то до что типа ну вот резко выпрыгнула любой человек типа сразу это просто дну природы человека принципе так люди реагируют на какие-то резко реку ты резкую которая выпрыгивает но этот типа можно сказать вот просто она есть она в принципе работает всегда но вот когда тебе заставляют пугаться чем-то другим более таким изощренным каким-то неочевидным нагнетая атмосферу ничего при этом допустим не показывай ничего не выпрыгивает но ты все равно начинаешь вот это вот сюда вот это конечно тоже надо уметь вот это не часто встречается такое не фильмах не в играх вообще принципе три категории совсем не страшные неожиданные и неожиданные страшные совсем не страшно конечно относится фокси и голден фредди супер секретный призрачный аниматроник скример который испугает разве что дизайнера который просто посмотрит на огромную нелепо кричащую голову и скажет туалет и шоу нарисовал заново давай переписываем у тебя скучное лицо тебе никто денег не дает фокси испугать не может вообще никого ибо я не представляю человека быздувшего от робота который просто вальяжно входит к вам в комнату и при этом кричит и ноги же и входит как-то дешево знаешь просто вот так вот как будто она там все там все это время вот так вот стояла про знаешь типа ждала какой-то подходящий момент такая она вроде то он да привет я подсяду к неожиданным относятся бонни и чико все что они делают это показывает вам какой нехороший прикус и новая пломба за это исключительно внезапностью а вот к реагури неожиданные страшные я конечно же отнесу оба скримера фредди так как они выполняют обе функции не знатные и летят вам прям на мою на мой взгляд там все просто в на внезапности построена все-таки в лицо когда кто-то просто прямо перед вами живет воздух это конечно весело но когда кто-то появляется из-под экрана и с резким криком летит вам в морду это уже другой разговор был звук 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 вот звук да звук он прям темно это слышь как какая-то мразь просто на полу а потом ну да инструмент игры одновременно работающий это самый главный инструмент жанра в принципе ужасов как запугивание игрока так и его ориентир когда у вас нет никакой возможности для контратаки вы банально не знаете что он делает звук приходит на помощь давая подсказки что происходит в темных коридорах и фант самый базовый звук помогающий вам понять что кто-то идет по вашу душу этот опыт огромных роботических ног они слышны как в левом динамике так и в правом отчего определить с какой стороны идет угроза становится намного проще услышав к примеру шум ложек и кастрюли на кухне можно воспринять это как очередную опасность но стоит вам заглянуть в камеру или причину поесть видеть что этот шум становится громче когда вы словите на кухню у которой нет визуальном сопровождении как вы тут же поймете что кто-то скорее всего чиков просто шарится в этом помещении давая вам понять что в ближайшее время от нее никаких атак и ждать не столь а следующий звук звучащий примерно вот так что это такое дает конкретную информацию о том что вам в офис уже идут аниматроники до следующих играх есть такой звук и он куда более очевиден на при но тут он вообще не очевидно если честно ты тут кого-то какой-то корабль пришельцев в нем прилетел такой звук мир во втором фнафе другим немаловажным звуком является смех фредди мразотный смех конечно по моему мнению одна из самых хриповых вещей что вы можете услышать видеоигра всего три версии с каждым новым смехом фредди становится ближе к вам в конце концов вставая прямо рядом с вашей дверью привозительно насколько банальный смех может в одно и то же время работы как устрашение игрока и как мы на них хихиканье в темноте так и подсказка и передвижение аниматроника любопытно тут и то что сам смех является замедленной версии простого детского смешка который также может быть услышан если вам не повезет натолкнуться на золотого фредди опять он что в свою очередь вписывается в игровой лор ведь как мы помним души детей заточены внутри железных монстров и именно замедленная версия и звучит как этот симбиоз машина и ребенок внутри ну бразотный бразотный смех ничего не скажет да перечисленные мною выше звуки могли если не помочь игроку то хотя бы предоставить какую-никакую информацию но далее пойдут те звуки сделанные специально для хоррор игры с целью напугать вас или работать против ваших действий как заставить игрока быть в постоянном напряжении не давать ему расслабляться даже на уровне подсознания ставить прямо в вашем офисе предмет издающий постоянный шум будь и вентилятор или что это за звук всем известно что человеку куда проще и приятнее находиться в тихой обстановке либо в полной тишине но с другой стороны нет наоборот типа если у тебя есть какой-то постоянный шум прям такой громкий достаточно да и выделяющийся тебя наоборот не так сильно напугает какая-нибудь выпрыгивающая хрень чем вот наоборот было бы ситуация допустим в максимальной тишине и вот она выпрыгивает то есть в этом плане даже на самом деле лучше но благодаря вентилятору вы буквально находитесь в постоянном шуме мешающим вам не только расслабиться но и сосредоточиться на отдельных звуках вспомним например звук приближение но да или смех фредди или даже самые базовые шаги и наложите вы на них постоянный шум вентилятора отделять не тут же приобретут размытые напрягающий окрас вы слышите что что-то там шумит вдалеке откуда-то искует звуки но вам тяжело на них сфокусироваться вычленить их из общего шума я люблю потешаться над циркусами по большей части это вина интернета что и сделала из довольно безобидной мелодии которая даже не из фнафа раховый мел но вот в самой игре она звучит совершенно иначе я бы даже сказал отрывками вы сразу узнаете этот мотив этот цирк торжественная обстановка но благодаря обрывистости эхо цирк вашей голове представляется заброшенным а обстановку уже давно с не без грустными клоунами его с торжественной нами еще одним звуком от которого больше вреда чем польза это звонок так называемого телефонного пар он звонит вам самого начала вашей смены чтобы дать какой-то свет по игре или типа того и в первую вторую ночь его звонки не является какой-то особой проблемой даже наоборот могут помочь вам лучше разобраться в механике игры однако начиная с 3 по все следующие аниматроники приходит движение даже тогда пока идет этот звонок телефонный парень является единственным оплотом цивилизации на короче мешает мешает слушать нормального человека в игре и пока он говорит складывается ощущение что вы безопасности но это лишь иллюзия грамотно выстроенная скотом коутен с каждой ночью полезного в его звонка становится все меньше и меньше а самого голоса лягутки отвлекают от жизненно важных звук от игры не говоря уже и о том что продолжая его слушать проиграть можно намного быстрее чем узнать что же находится в головах аниматроника саунд дизайн в игре ровно как и визуальная часть сделана на высшем уровне держалась на иголках от начала и до конца ночи и тем не менее в игру еще надо как-то играть и с этим у первой части куча косяков самым основным из них служит рандом рандом в том сколько будут стоять под вашими дверями роботы сжирая вашу энергию родном сколько раз будет бегать фокси сдавать зачет вашу дверь а с прогрессом по ночам придумали жить зараза бежит сука за пирогами какую-то адекватную тактику становится и вовсе невозможно кроме как рассчитывать на авось это гнида скинет нахрен или поминай как звали как я уже говорил ролик по большей части был призван показать вам как интересно и по-своему может пугать фанав даже с учетом все его неоднозначности плане геймплея на страшных роботов и так смотреть довольно неприятно но когда вы слышите звук приближающихся шагов и смех в темном коридоре становится намного неприятнее ну а выводы как всегда остаются за вами хочу все же может нравиться может неожди ты что закончил уже что ли каждый из перечисленных мной методов запугивания может производить на воспечатление может и просто размешать все мы разные люди вот кого-то из заставки телекомпании вид пугает а мне ну кого-то уточню всех кажется прикольный также что там прикольного то в ней фнафом отбросив всю токсичную под базу и раковые мемы невозможно не признать какой труд был вложен не но сейчас может быть она конечно смотришь на него прикольная в целом вот это вот огромное лицо ельцина какого-то непонятного это кошмары обеспечены всем первую часть по нагнетению саспенса и ввода игрока в состоянии постоянного напряжения с вами был сумочкин сонкись на группу пока что у тебя две минуты еще будет идти подожди страшного вам всем хэллоуина и помните ты делаешь целый ролик о том как говоришь чтобы такой страшный у него такие звуки стрёмные они нагнетают атмосферу они работают этот ты заходишь twitter и видишь видео как микрофон идет нагнетает но почему это мемы да это проклятие звука фнафа быть страшными в игре но смешно меметичность звук везде но забавно да ну а самом деле многие такие звуки можно вставить это как из этого это все реально там дальше у него просто минута пустая нет не пустая что-то там есть в конце ну ка ну ка мы докрутим а мы так а мы докрут ясно короче страшилочка пугалочка в конце у сумочки ну обзор обзор вот такой вот обзор первой части фнаф хэллоуин спешил слушайте ну вот так в принципе разложил рассказал чё к чему для чего да в отличие от того чем обычно там иногда бывало смотрели связанные больше сюжетом здесь как бы да он сюжета не касался он просто по сути рассказал реально как пугает на базовые какие-то вещи которые принципе очевидно если ты допустим знаешь что такое но с другой стороны в принципе почему бы и не разобрать ссылочка на оригинал естественно еще раз внизу я не знаю может быть мы с тобой как-нибудь соберемся и пойдем в онлайне может быть прям на канале с играми поиграем в базовую первую классическую часть до фнафа может не только в первую может быть и в другие в последующие насчет в принципе обзора от собственно от этого автора если интересно чтобы мы посмотрели и другие части то напиши в комментариях если интересно пальчик в любом случае проставь комментарий напиши подписочку здесь на форме чтобы ничего не пропускать родной огромное спасибо тебе за поддержку ссылочка на telegram внизу если вдруг что не такое организуем в любом случае в телеграме дополнительно об этом напишу так что заходи чтобы ничего не пропускать ну и ссылочка на будете тоже внизу это просто как доп способ поддержать как возможность такая ну и там доп контенте кто же есть все все увидимся с тобой где-нибудь и когда-нибудь